Уважаемые любители бокса, с вами программа Мировой Боксов, сходящие звезды. Мы видим сейчас на ринге бой спортсменов среднего веса. На ринг выходит Михаил Макаров, российский боксер. И сегодня у него очень сильный противник из Казахстана Геннадий Головкин. Геннадий Головкин чемпион мира среди любителей 2003 года. На Олимпийских играх в Афинах он проиграл российскому боксеру Гайдарбеку Гайдарбеку в финале. А вот в 2003 году в первых боях победил Матвея Коробова, российского боксера, который затем дважды становился чемпионом мира среди любителей. И сейчас, в настоящее время, тоже успешно делает карьеру на профессиональном ринге. И как знать, может быть, они встретятся в профессиональном бою. Михаил Макаров, российский боксер, ему 29 лет. На профессиональном ринге выступает с 2007 года. Провел 10 боев, одержал 9 побед, один бой проиграл. Геннадию Головкину 27 лет. На профессиональном ринге он выступает с 2006 года. Провел 17 боев, все 17 выиграл, причем 14 побед были одержаны нокаутами. Боксер очень техничный, с хорошей школой. Вы знаете, мне, уважаемые любители спорта, всегда интересно смотреть боксеров Казахстана, потому что я в свое время тренировался у заслуженного тренера Советского Союза Густава Александровича Кирштейна, а он считается одним из основателей казахской школы бокса. Вот боксеры Казахстана по праву считаются сильнейшими в мире, очень успешно выступает на ринге, и вот не только на любительском, но и профессиональном. Вот мы видим Геннадия Головкина. Вот я вспоминаю его любительскую карьеру, вот тот финальный бой, который он проиграл на Олимпийских играх Гайдарбеку Гайдарбекову. Очень интересный, техничный, хитрый, такой, знаете, вот боксер бьющий, который перед противником сразу старается поставить такие сложные, трудно разрешимые или вообще неразрешимые задачи. Боксер, как я уже говорил, с хорошо поставленной техникой и бьющий с обеих рук. С первых же секунд боя он захватывает инициативу и начинает вот планомерно, работая передней рукой, а у него передняя рука очень такая хорошая, весьма эффективно он работает левой рукой, нанося такие очень стремительные хлёсткие джебы, и вот этими джебами, расшатывая оборону противника, тут же очень жёстко бьёт справа. Вот этими джебами он готовит атаку справа, причём постоянно он справа бьёт то в корпус, то тут же переводит атаки на голову. Вот, сегодня у Михаила Макарова очень сложный экзамен. Ну, конечно, зная вот ударные мощи Геннадия Головкина, смотрите, вот левша Михаила Макарова, поэтому очень часто атакуют его в корпус Геннадий Головкин, ну, в корпус, чтобы Макаров опустил правую руку и тут же перевести атаку в голову. Ну, правильно сейчас вот работает корпусом Михаила Макаров, смещается влево-вправо, не давая возможности Геннадию Головкину нанести точный акцентированный удар. Ну, вот, знаете, вот ему не надо бы задерживаться у канатов, почему? Потому что, естественно, будет таким подарком пользоваться Геннадий Головкин. Больше, наверное, надо Михаилу двигаться. Ну, первый раунд заканчивается в такой относительно равной борьбе. Ну, здесь присматривались соперники друг к другу. Была такая разведка. Видишь, он двигается сюда, что-то чуть-чуть подожми. Пытался найти какие-то бреши в обороне противника. И вот видим, смотрите, вот левша, ну, правильно, левшу надо атаковать справа. И вот секундант советует, длинный боковой бей или длинный прямой справа. Вообще-то левшу надо постоянно давить, как говорят боксеры, душить, и атаковать вреднейших правой рукой. Следи за его правой рукой. Ну, конечно, правильный, такой абсолютно правильный совет от секундантов Михаила Макару следить за сильнейшей правой рукой Геннадия Головкина. Потому что все знают, Геннадий, он на каутер, жестко бьет справа. Но здесь правильно, вот сейчас надо Михаилу смещаться вправо, заходить за левую руку Геннадия Головкина. Максимально ему затруднить проведение ударов справа, прямых, боковых. И самому атаковать левой рукой. И, наверное, больше. Ох, смотрите, да, и упал сейчас Михаил. Вот все-таки пропустил он опять удар справа. И сейчас вот ему придется весьма трудный нокдаун. Да, рефери дает команду на продолжение поединка. Надо сейчас постараться достоять до конца раунда. Будет сейчас, конечно, Геннадий Головкин добивать его. Продолжать бить. И вот этот штурм надо выдержать. Не надо, ни в коем случае не надо сейчас задерживаться в углу. Надо уходить его от канатов. Опять пропустил. Знаете, да, опять пропустил удары, оказывается, на полу. Михаил Макаров. Второй нокдаун. Сможет ли дальше продолжить поединок? Молодец, мужественный. Боксер. Очень сейчас тяжело ему приходится. После двух пропущенных мощных ударов Геннадий Головкин. Ох, и уже третий раз на полу. И скорее всего, наверное, сейчас поединок будет прекращен. Очень сильный удар пропускает. Удар справа. Такое впечатление, что нос сломан у Михаила Макарова. Вот такие вот атаки справа Геннадия Головкина были очень опасными. И все-таки нащупал сразу свою дистанцию. Уже где-то к концу первого раунда Геннадий Головкин нащупал свою ударную дистанцию. И вот эти атаки справа привели к тому, что бой он выиграл досрочно во втором раунде. Мужественно держался Михаил Макаров, но потерпел поражение. Вот мы сейчас видим. Готовит, смотрите, атаку. Вот, смотрите, да. Левыми, финтами спарывал сейчас оборону Михаила Макарова Геннадий Головкин. И последовала атака справа, которая привела уже к окончанию поединка. Вот такой он парень доброжелательный, Геннадий Головкин. Благодарит своего соперника за поединок. Вот сейчас опять видим, смотрите, вот справа очень жесткий удар. На полу наказа оказывается Михаил Макаров. Да, такой удар очень сложно выдержать. Смотрите, спарывает сейчас, подкрадывается, подкрадывается и бьет очень жестко справа Геннадий Головкин. Ну вот здесь остановка боя. Где-то вот прозевал вот это начало атаки. Вот, смотрите, левыми такими финтами спарывал оборону Михаила Макарова Геннадий Головкин. Тут же последовала его такая разящая атака справа. Мы видим, очередную победу нокаутом одерживает боксер из Казахстана Геннадий Головкин. А мы продолжим наш рассказ об талантливом боксере из Казахстана. И вам предстоит увидеть очень интересный поединок, который состоялся год назад с боксером из Белоруссии. И посмотрим, насколько за год прибавил Геннадий Головкин в своем мастерстве. И так поединок, который состоялся в 2008 году.